Есть много причин поиграть в Black Desert. Это и шикарная графика, и интересный геймплей. Но самое главное, с введением в игру классов ниндзя и куноичи, теперь можно сыграть за Наруто, Саски или Сакуру. Основать свою деревню Шиноби и стать настоящим Хакаги. Такую возможность упускать нельзя. Качайте игру по ссылке в описании к видео. Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала. Думаю, многие задавались таким вопросом, что было бы получить силу Мудреца кто-нибудь другой, а не Наруто и Саски. А что если дать эту силу, например, Минато? Об этом мы и поговорим в этом видео. Кстати, если вам эта тема будет интересна и она зайдет хорошо, то я и про Итачи такое видео сделаю. Ну а сейчас, если вы готовы, то давайте приступим. Желаю вам приятного просмотра. Давайте же для начала вспомним, кто же такой Минато Намикадзе. Он наряду с Итачи является лучшим выпускником Академии Ниндзя. То есть, как и гениально у Чихо, он еще в детстве был удающимся ниндзя. По мере того, как он рос, его сила тоже росла, что логично. И в возрасте Наруто он был куда умнее и талантливее нашего главного героя. И характер-то у него кардинально отличался от шумного Наруто. Но принципы и стремления к цели Минато все-таки передал своему сыну. И в этом они похожи. Нам мало чего показали про Минато. Но мы, как минимум, знаем, что он исследовал и изучил все сильнейшие техники клана Узумаки. А они, как мы знаем, славились своими сильнейшими запечатывающими техниками. Относительно этого клана у моего друга интересный видосик вышел. Так что советую посмотреть. Может, что-то новое узнаете для себя. И это означает, что у Желтой Молнии в запасе много сильных техник могучего клана. Плюс он и собственные техники изобрел. Дзюцу Лечащего Бога Грома изначально было создано Табирамой, вторым Хакаги. А вот Минато взял и усовершенствовал его настолько, что даже сам создатель был удивлен. И, кстати, Минато намного лучше пользовался этой техникой, чем Табирама. Про то, что он создал Розенган, мы и так знаем. И не пишите, пожалуйста, глупые комментарии, будто Розенган был изобрен Индрой. Нет, это были филеры. По канону, создателем шара чакры является именно Минато. И он создал эту технику, основываясь на технике хвостатых зверей. Ну, на бомбе хвостатых. А что насчет скорости? Здесь тоже поясню один момент. Только из-за техники телепортации не называют человека быстрейшим Шиноби. Вы, наверное, должны понимать, что если он физически медленнее, например, того же 4-го Райкаги, он тупо не успел бы сложить печать, а тем более бросить Кунай. И заметьте, когда он бросил Кунай и оказался за спиной Эйя, последний двигался, будто бы время сильно замедлилось. А сам Минато двигался, как обычно. Это означает, что Минато и без телепорта очень быстрый. Ну, а еще и со своей мощной техникой летящего бога Грома, он становится куда мощнее и вообще неуловимым ниндзя. Минато настолько удивил 4-го Райкаги, что тот посчитал его настолько сильным, что его даже никто не сможет одолеть. Он прямо-таки и сказал Наруто. Кстати, подмечу еще один момент. Наруто только когда вошел в режим Курамы, смог достичь уровня обычного Минато по скорости. А теперь давайте вспомним, что Минато также смог войти в этот режим. И просто представьте, насколько он быстрее стал. Ну, в принципе, мы этого толком не увидели. Ведь воскрешенные люди слабее, чем оригиналы. Чему Мадара и был доказательством. Ну, а теперь представим, что именно Минато был реинкарнацией Индры. И именно он получил силу Мудреца от Хагорома. Ну, во-первых, эта сила намного поднимет уровень всех его скиллов. Что означает, его скорость тоже поднимется. Так же случилось и с Наруто. Вспомните, как при битве с Мадарой он увернулся от луча Мадары. А по официальным источникам, этот луч достигает скорости света. Ну, это и так понятно. То есть, реакция Наруто куда выше скорости света. Ну, а что будет тогда с априори быстрейшим ниндзя? Минато будет просто неуловимым нагибатором. Хотя, все равно ему не дали бы в полную использовать это преимущество. Ведь для сюжета это не было бы выгодно, чтобы он за доли секунды уничтожал врагов. Впрочем, Наруто и Саски сейчас также понижают из-за сюжета. Хочу еще подметить, что Минато получит способность летать. А это уже большой плюс в любом сражении. Получив такую мощную чакру, он без сомнений усовершенствует свою технику летящего бога грома. Еще эта сила дает возможность ощущать плохие или же враждебные эмоции. Минато получит доступ ко всем пяти стихиям, плюс их стихиям инь и янь. Также не забываем про Кеке Генкаи, которым обладают некоторые хвостатые. Ну а что самое главное, он получит силу неведанную им ранее, Ринни Ган. И включая еще и все скиллы этих глаз, он стал бы имбой не уступающей Мадаре. Просто дать бы ему еще и прожить и набраться больше опыта. Он стал бы сильнее, ибо с возрастом приходит и опыт. В купе с стратегическим мышлением и с хорошей смекалкой, Минато станет очень опасным врагом. Ну это и так понятно. Блин, вот реально круто было бы увидеть Минато и Итачи с силой мудреца. С их уникальностью они выглядели бы очень мощно. Два непревзойденных гения. И оба они умерли рано, что и не дало им стать еще сильнее и забрать с титула сильнейших. Ну а на этом все. Каким был бы Минато с силой мудреца, по вашему мнению? Обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось видео. А также подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами был Анизора, всем удачи и всем пока.